Подполковник в отставке Станислав Петров. Этому человеку жали руку и выражали свое восхищение голливудские звезды Роберт Де Ниро, Мэтт Дэймон и Эштон Катчер. А Кевин Костнер снял по мотивам биографии подполковника фильм, в котором сам Станислав Петров стал главным действующим лицом. Человек, который спас мир. Фильм сочетает элементы игрового и документального кино, рассказывая правдивую и мощную историю о человеке, который реально предотвратил ядерный холокост, но до недавнего времени оставался никому неизвестным. Так пишет влиятельный Голливуд репортер. Случилась просто ложная тревога, а в результате в этот день наша цивилизация может праздновать еще один день рождения. Произошедшее в сентябре 1983 года это поучительная история о политике, войне и здравом смысле. Ее полезно бы услышать тому, кто любит сегодня пугать весь мир Третьей мировой войной и ядерными бомбардировками. Страшно представить, до каких бед сегодня может довести один неадекватный, закомплексованный бункерный фюрер. Почти 40 лет назад едва не началась ядерная война. А ведь угроза была реальна. Ночью системы предупреждения ракетного нападения взвыли по тревоге. В сторону Советского Союза запущены ракеты с американской базы. Инструкция на случай такого ЧП была одна – ракеты сбивать. Но был в ту ночь на дежурстве подполковник Петров, который этот приказ не выполнил и кнопку запуска не нажал. Между трибуналом и здравым смыслом он выбрал последнее. Кто же он после этого – герой или нарушитель присяги? Что случилось тогда, ночью 26 сентября 1983 года, когда едва не началась ядерная война? И главный вопрос – что сегодня может спасти мир от ядерного безумия, поселившегося в голове одного кремлевского деда? Давайте разберемся. 1983 год. Самый пик холодной войны. Американский президент Рональд Рейган впервые называет Советский Союз империей зла. Западной пропаганде даже не нужно было лепить из совка образ кровожадного врага. СССР таким и являлся на самом деле. Для защиты от угрозы нападения США модернизируют свои стратегические ядерные силы и строят новейшие межконтинентальные баллистические ракеты. Впрочем, никто даже не мог представить, что ядерный Армагеддон может начаться не по злому умыслу, а случайно, из-за роковой ошибки. В конце сентября 1983 года подполковник Станислав Петров вышел на службу на командный пункт Серпухов-15 вместо заболевшего напарника. Заварив по привычке крепкого чаю, он готовился к еще одной скучной смене. Расположение американских ракетных шахт аналитик знал наизусть. Спутники-разведчики фиксировали любое необычное явление на территории противника. Но вдруг ночную тишину неожиданно прервал оглушительный сигнал тревоги. Станислав Петров вспоминал, это было как снег на голову. Ноль часов 15 минут на электронных часах. Вдруг начинает реветь сирена, вспыхивает транспарант старт большими кроваво-красными буквами. Компьютеры показывали Петрову, что Соединенные Штаты только что развязали ядерную войну. С одной из американских военных баз совершен пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом однозначно свидетельствовали данные со спутника. Времени на раздумья оставалось не больше 15 минут. Именно столько летит боеголовка от США до СССР. Решение об ответном ядерном ударе нужно было принимать незамедлительно. По спине Петрова пробежал холодный пот. Привстал из-за пульта, и у меня сердце так прихватило. Смотрю, люди растеряны. Операторы головы повернули, вскочили со своих мест. Все смотрят на меня. Я испугался, откровенно говоря. Что делать в случае ядерной атаки, все отлично знали. Советские офицеры не раз проходили подобные сценарии на учениях. Но можно ли было хладнокровно нажать на кнопку пуск, когда все еще хорошо помнили страшную катастрофу Хиросимы и Нагасаки? Тем более, что буквально только что, в сентябре 1983 года, накал отношений между СССР и Западом достиг своего пига. В советское воздушное пространство над Камчаткой без разрешения залетел самолет, который проигнорировал все радиосигналы и предупреждения. Командование решило, что это американский шпион и приказало его уничтожить. Оказалось, истребители выпустили ракеты по гражданскому Боингу южнокорейских авиалиний, который сбился с курса. Погибли больше 200 пассажиров и членов экипажа. Рейган справедливо обвинил во всем империю зла. После этого Штаты начинают размещать в Европе ракеты средней дальности. Тогдашний генсек Андропов заявляет, что в ближайшее время будет дан симметричный ответ. Матвей Полынов, доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей истории России Санкт-Петербургского государственного университета. Мир оказался на грани ядерной войны. Когда мы поставили свои ракеты в ГДР и Чехословакию, это не уравновесило нашу безопасность. Дело в том, что если американские ракеты достигали территории СССР, они покрывали всю европейскую часть Советского Союза, то советские ракеты не достигали цели США. И вот в таких драматических обстоятельствах подполковнику Петрову нужно было принять непростое решение – доложить наверх о ядерной атаке или еще раз перепроверить данные. Несмотря на то, что системы обнаружения оценили вероятность нападения как стопроцентную, подполковник Петров отказался выполнять должностные инструкции и сообщать о нападении наверх. Его смутило, что все запуски американцы осуществили с одной единственной базы. Поэтому Петров отключил сигнал тревоги и взял всю ответственность на себя. И в это время опять сирена заревела, второй старт пошел. Я утверждаю, вторая цель тоже будет ложной. Сложное решение, которое принял Станислав Петров, грозило ему военным трибуналом. Но опытный военный не поддался эмоциям и в итоге оказался прав. Мир, который в течение 15 минут был на волоске от гибели, оказался спасен. Была мысль шальная, а что если я ошибся? Ну что они смогут пять ракет? Максимум упадут на Москву, но не более того. Государство останется целым. Еще со времен учебы в военном училище Петров вспомнил показательный случай. Байка это или нет, но все же. В октябре 1962 года во время Карибского кризиса советская подводная лодка попадает под американскую бомбежку возле Кубинских берегов. Субмарина вынуждена залечь глубоко на дно, из-за чего теряет связь с берегом. Москва две недели не дает никаких сигналов. Командир приходит к выводу, что началась Третья мировая война и решает выпустить весь ядерный арсенал в сторону Америки. Останавливает капитана-помощник, который предлагает на свой страх и риск осуществить всплытие. Уже на поверхности моряки осознали, что могли совершить роковую ошибку. Гриф «Секретно» с историей, которая произошла с Петровым, сняли только в конце 90-х. 19 января 2006 года в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН Станиславу Петрову была вручена специальная награда Международной общественной организации Ассоциация граждан мира. Она представляла собой хрустальную статуэтку «Рука, держащая земной шар», с выгравированной на ней надписью «Человеку, который предотвратил ядерную войну». В том далеком 1983 году мир жил, как обычно, не ведая о катастрофе, перед которой стоит. Тот факт, что Петров предотвратил практически неизбежный обмен ядерными ударами, признали многие военные эксперты. Но что, если бы на его месте был кто-то другой? Или в тот день подполковник пришел бы на службу в плохом настроении? Что было бы с нами, если бы у военного в последний момент сдали нервы? Как бы выглядел мир после ядерного апокалипсиса? И смогла ли эта история чему-то научить такую ядерную державу, как Россия? После длительной проверки выяснилось, что оптика военных спутников приняла солнечные блики на поверхности высотных облаков за ракетные шлейфы. Кризис 1983 года разворачивался за закрытыми дверями и выявил множество недостатков советского ядерного щита. Но главное, о чем узнал мир, безопасность планеты может зависеть от хладнокровия и ответственности всего одного человека. Стоит сказать, что история с Петровым на самом деле не единична. Ему повезло соглаской и некоторой известностью. О многих других случаях мы просто ничего не знаем. Участники событий молчат, а если и говорят, то о них не пишут в средствах массовой информации. Попробуем эту ситуацию исправить. О похожей истории в бытность своей службы в армии поведал черкощанин Андрей Рубан, просто в комментариях в социальной сети. Кстати, хочу напомнить, что у нашего канала есть телеграм, подписавшись на который вы будете всегда в хорошем настроении, потому что мы тут обычно сильно ржем, сами понимаете, над кем. Ссылка на экране в описании и первом комментарии. Также не забывайте и о нашем патреоне, где есть еще много дополнительных видео. Итак, комментарий Андрея Рубана. У меня была похожая история, лично. Ясно, что никто про это не писал и фильм не снимал. 85-й год. Дальний Восток. Все просто. Я остался один на командном пункте без офицеров. В этот момент SR-71 совершал облет нашей позиции и резко изменил курс на нас. По радио дали команду поставить на подготовку ракеты с ядерным зарядом. Первая красная кнопка. Оказалось, что ее нажать очень трудно морально, но я нажал. Самолет изменил курс и вторую кнопку пуск нажимать не пришлось. Район Владивостока не забывается. Сержант, который мог начать ядерную войну. Кстати, о личных последствиях. Петров был в защищенном бункере военно-космических сил СССР. Он бы лично пережил ответный удар и первый самый тяжелый месяц ядерной зимы. Нашу позицию смели бы в течение 30 минут. Укрытий у нас не было и бежать было некуда. Весь состав дежурной смены это понимал. А еще вопрос о правилах несения боевого дежурства и выполнения приказа в боевой обстановке. Все это мало понятно тем, кто сам не служил на пусковых комплексах. Очень странно на самом деле то, что сейчас в 20-е годы 21 века мы обсуждаем возможность применения ядерного оружия вообще в мире. Да еще и одним свихнувшимся бункерным дедом, забывающим выпить свои таблетки. Такое впечатление, что сейчас середина 1980-х. Я помню подобные разговоры о ядерной угрозе еще в очень нежном возрасте. Тогда в СССР пропагандисты очень любили писать о якобы злобных американцах, угрожающих миру ядерной дубинкой. О том, что Советский Союз был куда более кровожаден, советским гражданам, конечно же, не говорили. Умалчивали и о том, что ядерную войну хотел начать еще Иосиф Сталин. Но, к счастью всего человечества, его не стало раньше, чем он смог это осуществить. Есть, конечно, надежда, что и нынешняя кремлевская моль просто не долетит до красной кнопки, по причине того, что крылышки отсохнут раньше. Но лично я в возможность применения ядерного оружия Путлером все-таки не верю. Могу объяснить, почему. Есть много «но». Во-первых, последствия. Неужели вы думаете, что такой изнеженной роскошью дедушка, третий десяток лет строящий авторитарную клептократию в России, захочет лишиться всех приобретенных благ. Что, несомненно, произойдет в результате ответного удара Запада по России, который уничтожит все, что нажито молью непосильным трудом. Я уже не говорю о том, что моль просто прихлопнут физически. У штатов есть специальные антибункерные ракеты, о готовности использования которых кремлевский чмоня уже предупрежден. Также напомню, что этот недофюрер настолько озабочен своим здоровьем, что одно время общался с собеседниками с расстояния в десяток метров. Такой человек явно не пойдет на сознательное самоубийство, применяя ядерное оружие и зная, что это его погубит. Он слишком бережно относится к своей шкурке, боясь ее испортить, поэтому явно избежит рискованных шагов, ведущих его лично к скоропостижному концу. Во-вторых, внутридворцовая обстановка. Будет ошибкой думать, что привыкшая к сверхприбылям, дворцам, яхтам, майбахам и прочим прелестям жизни ближайшее окружение кремлевского чмони не думает сейчас лихорадочно о том, как отпетлять, сохранив активы. Все они хотят продолжать красиво жить, сладко спать и вкусно кушать, даже условные ястребы в окружении Путлера. Никто не желает досрочно отправляться в Вальхаллу за иллюзорные ценности, тем более, что тут пока еще живется неплохо. И пока все можно отыграть назад, свалив вину на патрона, учитывая, что стратегический проигрыш России в этой бессмысленной войне уже целиком и полностью обозначен. Придворные понимают, что нужно заканчивать, но не с Украиной, потому что это будет означать еще более ужасный конец России. Нужно заканчивать с кремлевской молью. В итоге применить ядерное оружие просто не дадут, или бункерный просто будет уже не в состоянии это сделать по разным причинам, не обязательно трагическим. Его могут просто отправить на пенсию по состоянию здоровья. Если же я ошибаюсь, то это может значить только одно. В окружении Путлера разыгралась эпидемия тяжелого полоумия, как и у самого патрона. Что все-таки из области фантастики. Третье но – личностный фактор. Приказ кремлевского чмони по ядерной бомбардировке Украины или стран Запада кто-то должен будет исполнить. Это цепочка в несколько человек. Непосредственно на кнопку пуска должен будет нажать какой-нибудь условный сержант за пультом. Все мы, конечно, помним Бучу, Харьков, Мариуполь, Изюм и то, на что способны русские, и иллюзий по этому поводу не испытываем. Но тут все-таки совсем другая история. Расплата прилетит в течение нескольких минут, то есть нажать на кнопку пуска ядерных ракет будет означать самоубийство с небольшой задержкой. В православных шахидов я не верю. А вот на условных Станиславов Петровых или Андреев Рубанов надежда все-таки есть. В целом война, которую ведет сегодня Россия в Украине, является цивилизационной. Ранее казалось, что она определит то, как будет развиваться история всего мира дальше, по пути авторитаризма или пути демократии. Однако сегодня невооруженным взглядом видно, что, несмотря на надутые России щеки, шансов победить в этой войне нет у нее абсолютно никаких. Но, к сожалению, будем реалистами. Крови Россия попьет еще достаточно. Ну а потом, причем относительно скоро, неизбежно канет в лету. Поэтому терпение нам всем и сил для борьбы с этим злом. Слава Украине! Спасибо за внимание! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Поддерживайте нас на Patreon. Это помогает авторам развивать канал. Кроме этого, можно воспользоваться новой функцией YouTube спонсорства. Кнопка спонсировать есть возле каждого видео и на главной странице канала. До новой встречи! Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры создавал DimaTorzok